В этом выпуске новостей телеканал Автоплюс расскажет, что прямо сейчас происходит на российском авторынке и в автомобильной промышленности. Итак, многолетние лидеры продаж марки Hyundai и Kia до 9 марта останавливают производство машин на своем заводе в Санкт-Петербурге. Официальной причиной называется временная нехватка комплектующих. Также недостаток запчастей стал причиной остановки московского завода Renault, где делают кроссоверы Arkana, Duster, Captur и Nissan Tirana. Запустить конвейер французы планируют после длинных мартовских выходных. У скандинавов фирм Volvo и Scania иная риторика. Опасаясь попасть под европейские и американские санкции, эти марки приостанавливают поставки легковушек, грузовиков и автобусов на российский рынок до особого распоряжения. Фирма AB Volvo вдобавок остановила производство грузовиков на Калужском заводе. Запросто может встать и соседний Пасамарус, где делают автомобили марок Citroen, Fiat, Peugeot, Opel, а также Nitsubishi. Пока мультибрендовая сборочная площадка работает, что называется, в штатном режиме. Но представители трех бриллиантов готовятся свернуть выпуск и продажи машин, если цепочка поставок все же нарушится. Кроме того, на паузу поставлены отгрузки автомобилей Cadillac и Chevrolet, Audi и Mercedes-Benz, а также Jaguar и Land Rover. По данным газеты Коммерсант, в ближайшее время прекратится завоз автомобилей Volkswagen, Skoda и Porsche. BMW продолжает торговать, хотя дилеры баварской марки уже ввели для клиентов стопроцентную предоплату. Притом компания, в отличие от конкурентов, не повышала рекомендованные розничные цены. Из китайских производителей, на которых теперь главная надежда, почти все хранят молчание. Разве что продавцы Cherry приостановили прием новых заказов, предлагая дождаться стабилизации курса рубля. Отметим, что перечисленные марки просят употреблять термин «приостановка поставок», так как ведут разработку различных стратегий для смягчения последствий. Это цитата от представительства General Motors, но аналогичным образом высказались и другие. Понятно, что ситуация меняется не просто ежедневно, а буквально ежечасно. Но промежуточный итог таков. Российские заводы иностранных брендов вынуждены остановиться, и завоз иномарок из-за границы по разным причинам оказался заморожен. Ситуации, в которых сейчас оказались отечественные предприятия, мы посвятим отдельный выпуск новостей с колес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова